Взрослым о взрослых Взрослым о взрослых Но дома с детьми Далее Мужчины Которые сейчас еще мальчики Они еще школьники У них тоже интересная мысль Они не знают чем заниматься Они знают что им нужна куча денег Чтобы потом вообще не работать Что их роднит с этими девочками Которые пытаются рожать и не работать Ну помните как Александр Иванович Корейко Выходил на улицу И бродил в ожидании Что сейчас Я не помню там по-моему был мешок С сокровищами должен ему попасться Но в результате кстати Сам стал миллионером Так вот многие парни пока неизвестно Каким способом Думают а хорошо было бы Срубить каких-то денег таких серьезных Прямо чтобы потом Никогда больше не работать И эти люди тоже Таким образом пытаются Вот этим заниматься в жизни Вот так они собираются жить Ну и остается самое простое И самое понятное Это те люди которые хотят наемную работу И те люди которые хотят работать на себя Это вот из перечня того Чем вообще заниматься в жизни Ну а более подробно конечно Чем заниматься конкретно Ну какой специализации Ведь сейчас когда закончатся экзамены в школе Будет прием в университетах И когда кто-то куда-то поступает Я так понимаю Он предполагает потом Этим заниматься в жизни Вопрос чем этим Будет ли он заниматься Еще одна тема Очень многие люди Занимаются в жизни Черт знает чем Не в смысле Как сказал наш президент Женщина с низкой социальной ответственностью Не в моральном смысле Ну черт знает чем А для себя То есть то чем они занимаются Для них самих в этом нет никакого интереса Нет никакого удовольствия Нет никакой радости Бывает что и денег тоже нету Ну или хотя бы деньги Ну или хотя бы недалеко от работы Такие люди они обычно Не чем-то занимаются Они выживают Любой ценой И то что они делают Это их попытка выжить Вот давайте обо всем в этом поговорим Алло Здравствуйте Здравствуйте Алло Да Здравствуйте Меня зовут Светлана У меня вопрос немножечко не по теме У меня взрослый сын Второй брак Ему 19 лет Вот две недели назад Он буквально сказал Что он чувствует внутри себя девушкой Вот как вести себя с ним То есть принимать эту проблему очень серьезно Вести его к психологу Или все-таки как-то решать эту проблему самостоятельно Ну во-первых вам успокоиться Расслабиться Самостоятельно эту проблему не решите И я думаю вам надо не просто к психологу А к специалистам Которые занимаются Трансгендерами Переменной полу И так далее Вот Маруся нам пишет Рожать а не работать А вы не задумывались Почему родившая женщина Даже по закону освобождает На некоторое время от работы Расти детей это конечно не работа Ну ну При этом пишет Маруся Дорогая Маруся Давайте я вам тоже отвечу Рожать ребенка я и сам был бы рад Но вы не путайте пожалуйста меня и наших слушателей Не рожать ребенка А вообще жить рожая То есть ничем не заниматься Кроме как деторождением Вы спросите Михаил а что в этом плохого такого Рассказываю Если человек не имеет никаких интересов в жизни То он начинает Детей делать с вами залоги Сложниками Потому что сколько бы человек не рожал В каком-то моменте А мать Детям в таком объеме В котором в роддоме Это было И ребенку не нужна Когда ребенок Извините Ходит в школу Даже когда он ходит в сад Когда ему уже больше Даже трех лет Хорошо Вы предположим Фанатичная мамаша Когда ему шесть лет Нафиг она ему вообще дома сдалась Он уже говорит Мама Пойдите погуляйте А она рожает А у нее нет Она не хочет работать Она дальше будет сидеть Она будет придумывать Чем заняться Она будет контролировать Детей Она будет делать с ними уроки Она будет Ну в качестве домработницы Няньки Я не знаю Но у меня это не вызывает Никаких мыслей Кроме того Что человек К сожалению Себя не нашел А детям Это вообще Баловство ни к чему Взрослым о взрослых Я напоминаю Что мы обсуждаем Чем заниматься в жизни Вы можете также Прислать смс На номер Плюс 7903-797-6333 Или Плюс 7495-730-101 Это телефон Здрасте Алло Здравствуйте Михаил Меня зовут Надежда Я живу обычной жизнью Ну там работа Дом Торговые центры Кофе в кафешках Прогулки Вот Но в основном Я всегда одна Там и прогуливаюсь Хожу везде Вот Чаще всего Общаюсь с мамой Вот И у меня вопрос такой Чем вообще Вот Ну Как сказать Не то что нужно Да Это я все по желанию делаю Но вот чем все-таки Заняться в жизни Да Чтобы какое-то общение было Потому что Все-таки мне Ну Хотелось бы с кем-то Начать хоть какое-то общение Как бы да Немножко открываться людям Подождите Сихоточку Вы чем занимаетесь Вы работаете? Да Конечно Я работаю А у вас есть люди На вашей работе? Конечно Да Но вам этого общения Не хватает? Ну Вообще Когда на работе Легче У меня сейчас просто отпуск Да И работа прекратилась Я понимаю Что я сейчас Ну Вот сейчас у меня вообще Нет общения Кроме как с мамой Но с мамой тоже Не очень все весело Как бы да А работы нет У вас есть Подруги есть? Нет А почему У меня одна была подруга Мы лет 13 с ней дружили Вообще мне сейчас 34 года Вот Мы 13 лет с ней дружили И прекратили общаться Поссорились? Ну да Ну как бы И так уже немножко натянутая была последнее время общение с ней Но Ну хорошо Давайте Да Я понял Исходить из реальности Реально начать общение можно с того Что есть какие-то вещи по интересам Это могут быть экскурсии Кружки Секции И так далее Где вам надо выбрать то Что вам интересно И там найти своих единомышленников С которыми можете Ну Начать общение Я помню что когда Я еще был наверное школьником В газетах печатали объявления Там Например По следам Советских писателей Переделкина Сбор 8.30 утра на Киевском вокзале И там 50 человек реально Там табунами прибегали И это очень была популярная история И ходили потом Переделкина рассматривали Как Корней Иванович Чуковский жил И другие Вот что-нибудь такое попробуйте И Может быть что-нибудь найдете себе для общения Друзья мои Давайте Не отклоняться От темы Я напоминаю еще раз Что мы с вами обсуждаем Чем заниматься в жизни Потому что сейчас Решается судьба Многих молодых людей Так как они заканчивают школу И естественно после школы Они Собираются куда-то поступать И вообще чем-то дальше заниматься Вот чем заниматься Очень сложная история Я прошу прощения У меня камера выключена Да Потому что для многих детей Это Знаете как В среднеазиатских семьях В среднеазиатских семьях Родители находят Своим детям Мужа или жену Еще в детстве Во многих странах Вот так вот Сейчас многие родители Находят Образование И дальнейшую работу Для своих детей Не спрашивая детей Под девизом Отча Они вообще могут понимать Им 16 лет Они вообще не понимают Вот мы знаем Я знаю Что таких родителей много Семей таких много У кого-то впереди Совершенно 5 лет Беспросветной Очень неинтересной жизни Высшего образования Которую ребенок сам Вообще не собирался получать Или хотя бы не это Но родители Им виднее же Они сказали Что нужно для жизни И вот он бедный 5 лет мучается А это 5 лет Еще цветочки А потом Когда он Отучится Ему придется Еще и работать Это уже гораздо Серьезнее И бывает Люди всю жизнь Занимаются Не своим делом Да Добрый вечер Говорите Алло Алло Здравствуйте Что у нас Со связи Какие-то проблемы Говорите пожалуйста Вы в эфире Алло Да Здравствуйте Здравствуйте На самом деле По поводу Кем быть Как жить Тут у юноши И девушек Самое страшное Такие знаете Красные линии Которые Или родители Их ожидания Накладывают Чтобы родители Хотели Видеть И дети Подсознательно Боятся Выйти За эти Красные линии И выбирают Какую-то Линию Там Которая Устроила бы Родителей Как принято В семье И так далее Это не всегда Там ведет К счастью И к успеху Потом Эти люди Через какое-то время Находят себя В другом Или продолжают Мучиться И пытаться Соответствовать Ожиданиям Вот это Такая Ловушка Страшная Совершенно И в 17 лет Очень тяжело От нее Избавиться Да Спасибо Я хочу Продолжить Ваш звонок И сказать Что когда Вы ребенок Зависящий От денег Своих родителей А ваши родители С большими амбициями Они хотят Чтобы вы Продолжили их дело Вот у меня Семья дружественная Там У папы А папа Такой Жесткий хирург Хороший хирург Был Вот Но у него Мальчики не рожались У него девочки Рождались Но он решил Ну хорошо Девочки Так девочки Они у меня Тоже будут хирургами И заставил Их обеих Стать хирургами Я не могу Сказать Страдают они Или нет Потому что Они другой жизни Не видели Но вы правы Совершенно Что родители Своими амбициями А вся Тебя все родители Бизнес свой А Как говорится А кто в лавке Останется А кому он Отдаст это И ребенок Который вообще Не по этому делу Вынужден Оправдать Ожидания Родителей Добрый вечер Здравствуйте Алло Здравствуйте Говорите пожалуйста Ой Большое спасибо У меня такой вопрос Как раз на тему Дело в том Что мне сейчас 29 лет У меня двое детей Я мать в декрете Все самостоятельные Бабушки и девушки В другом городе Но Я начинаю задумываться Все чаще О выходе на работу Потому что Скоро пойдут дети в сад Но У меня такая проблема Я не знаю Чем мне заняться И как раз После школы Когда нужно было Поступать в универ Профессию Мне выбрали родители И то случайно Просто потому что Туда можно было поступить Я конечно не закончила Много где работала За там Период времени Сменила Более 15 профессий Стоп 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 Вам понравилось Ну вот Прямо настолько Чтобы углубиться В нее нет Я из тех Кто начинает Додевается чего-то И потом Расскажите Что это были За профессии Что это были Ну какие-то Самые интересные Перечислите Какие были профессии Ну В ресторанном Бизнесе Мне нравилось Работать Шеф-барменом Я парикмахер Колорист Я Простите Избиваюсь Нервничаю Ассистентом Директора По управлению Цепочкой Поставок Я работала В большом Городообразующем Предприятии Ну то есть То есть напрямую У вас нет Никакой профессии Никакой специальности Которая бы вам Улыбнулась Потому что Вы вообще не знаете Чем заниматься Я правильно вас понимаю Я вообще Да Я хотела поступать В театральный Но мне сказали Что артистки Заканчивают Под забором Поэтому Я поступила Куда Мне сказали Вы знаете Я долго ходил Вдоль забора Ни одной артистки Я там не встретил Я не знаю Кто вам сказал Ну вряд ли Вы сможете Хотя Всякое в жизни Бывает Просто на артистах На артистах Берут до какого-то Возраста Помучиться Да Поздно уже Не Ну можете Старух играть Вот Спасибо Но кстати Насчет артисток Вы хотя бы можете Чего-то начать Вы можете начать Какой-нибудь там ДК Вот я сам Два года учился Это назывался Кулек Он же институт культуры и отдыха На театральной режиссуре И у нас готовили режиссеров Как раз Самодеятельных театров Где вот такие девушки Как вы Которые хотят быть Актрисами Но поступить не могут Приходят И ставят Любительские спектакли С ними Ну Тоже вариант Пожалуйста Ну а если говорить Серьезно То для того Чтобы Понять Чем заниматься Вам надо понять Что вы хотите А для этого Вам нужно Научиться Вообще Понимать Свои желания Поэтому предложение Простое Вы должны Начать Прямо С сегодняшнего дня По любому поводу Спрашивать себя То что вы хотите Это может касаться Еды И одежды Кино Или сериал Пойти к подруге И лечь спать То есть Не на автомате Все делать А как бы Заново Перезагрузиться И когда вы Начнете себя Спрашивать И стараться делать Ну то что вам Откликается То через Примерно Две недели Вы Начнете Уже Чувствовать Свои желания И со временем Вы будете Более конкретны И более понимающи По поводу Себя И своих желаний И тогда Вы найдете Чем вам Заниматься Слушатели Слушатели пишут Ну фактически Вы ответили Наверное На это сообщение Но я бы зачитаю Мне 24 года Получила высшее образование Работаю по специальности Профессия мне не нравится Пытаюсь изменить свою жизнь Прохожу онлайн обучение По новой профессии Учу английский Но чувствую Что иду вслепую Просто из желания Что-то поменять Вопрос Что поможет определиться С тем самым своим делом Что делать Чтобы найти свое Ну да Я уже частично ответил Друзья мои Давайте я вам Кое-что объясню еще Профессия Род занятий Деятельность Это только часть нашей жизни Туда входит все остальное Что мы любим Что мы не любим Что нам нравится Что нам не нравится Что нам приятно Что нам неприятно Это все наша жизнь И если мы не будем Вычленять отдельно профессию То ситуация выглядит Следующим образом Есть человек Который не очень в себе уверен Который был или гиперопекаемым Или у него так называемая Выученная беспомощность Об этом я тоже рассказывал И он к сожалению Вырос таким человеком Который не понимает Своих желаний вообще К сожалению Это касается и то Того чем ему заниматься В жизни Поэтому вот так Не локально Найти чем ты хочешь заниматься А концептуально Вообще Научиться понимать Свои желания Научиться желать Но чисто что-то хотеть Многие находятся В состоянии Астении И апатии И вообще Все пофигу Они вот уже Я говорил сегодня Они выживают У них нет вообще Идей Типа какая хорошая работа Где работа Те окормят Она и хорошая Вот И таким людям Я еще раз предлагаю Начать понимать Свои желания Для этого По всем поводам В своей жизни Спрашивать себя Что вы хотите Так А вот тут Пишет там Максим Посмотрите Если потерял Интерес жизни Ничем не хочется Заниматься Все надоедает И все бросает Что делать А идти к врачу Идти Ну я думаю С психоневролога Я бы начал Потому что У вас очень разные Причины Вашего состояния Это Астения Это апатия Это может быть Депрессия Может быть У вас Проблемы Какие-то Соматические Может быть Вы чем-то Болеете Короче Этим всем Надо заниматься Выяснять Это ненормально Друзья мои Дайте я еще раз Громко объясню Ненормально Когда человек Ничего не хочет Это не у него Такой характер Или не он Такой человек Это с ним Что-то не в порядке Поэтому он Ничего не хочет Здрасте Говорите Алло Привет Меня зовут Алёна Мне 34 года И я работаю В Большом банке У меня как раз Была ситуация Как моя мама Была рожающей женщиной Она вышла Из своей материнской Синитиви Синитива И никогда не работала Ваша мама Никогда не работала Да В 90-е годы Когда все разрушалось Она тоже Нашла способ Работать Ну потому что А расскажите Что именно Она нашла Как она не работала Ну там сначала Закрывали завод Нет Какой способ Она нашла Она сидела Со мной До 32 лет Нет Нет Моя Я хотела рассказать По поводу установок Которые давала Мне моя мама Но мне сначала Интересно Про вашу маму Если вам Если вам не сложно Начните с вашей мамы Пожалуйста Итак Что делала мама Чтобы она до сих пор Не работает Да Да Она до сих пор Не работает Вот как ей удалось Поделитесь секретом Мамином Ну работает папа Он содержит семью А папа Мама заботится о папе Сначала она заботилась О детях Обо мне и братья А теперь она заботится О папе А до какого вашего возраста Она заботилась о вас И о вашем брате До того момента Как мы создали Свою семью И уехали Причем некоторое время Я жила с родителями Потому что Строилась квартира Мне было наверное 23 года А скажите мне пожалуйста Вам нужна была Прямо необходима Мамина помощь В 15 лет В 16 В 14 Нет А как мама объясняла Что она не работает И при этом Смысла никакого Дома сидеть Тоже ведь нет Ее никто не спрашивал Об этом Ну то есть Рак готовила Убирала И как бы Всех все устраивало Да Это было окей Последний вопрос По поводу мамы Ваша мама Считает себя счастливым Человеком Нет Нет не думаю Но она винит В этом папу Потому что Папа испортил Ее жизнь Плохой Семейной жизнью И так далее Да ладно А что она с ним до сих пор Живет Еще и не работает Если папа Такой плохой Но Это вопрос мамы Я не хочу Ладно Проехали Да Прошу прощения Тебе дайте права Да Дело в том Что мама Мне всегда Говорила Что нужно Закончить Любой Институт Хотя бы Заборостроительный Выучиться На бухгалтера Зачем-то Получить диплом Все равно Я выйду замуж Рожу детей И не буду работать Это мамин установка Да Я была Я хорошо Достаточно Училась Но Недостаточно Хорошо По взгляду Моей мамы То есть Могла бы лучше Учиться На шестерке Тем не менее Мне нужно было Очень хорошо Учиться Обязательно Вступить в университет В любой Неважно в какой Получить корочку И выйти замуж Родить ребенка Но при этом Нужно быть Сильной И независимой И иметь эту корочку Чтобы в любой момент Начать работать А у мамы Тоже есть корочка? А? У мамы Тоже есть корочка? Нет У нее нет Угу И У меня Сейчас Я уже взрослая Достаточно успешная У меня там Есть имущество Там Любящий друг И все классно Но тем не менее Я испытываю Ужасную злость На маму Во-первых Потому что она мне Давала такую установку И не дала мне возможности Выбора Какого-то предложения Что я могу там Попробовать Любой университет Не обязательно тот К которому Прикручена моя школа В котором ужасно Неинтересно было учиться Меня тут Отчисляли Были конфликты с мамой Из-за того И во-вторых Мне сейчас До сих пор По жизни Мешается Бесконечная злость От того Что мама Не дала Такие возможности Хотя сейчас Они у меня есть И я сама Отвечаю До себя И я там Саморазвиваюсь Различными способами Но на тот момент Я считаю Что это Время и возможность Было Пущено И я Испытывала Страдания От интересных Семьи лет Которые я провела В ужасном университете Спасибо Вы знаете Очень интересный Рассказ Огромное вам спасибо К сожалению Это очень Инфантильные позиции Мама Мамы все понятно Мама человек В себе не уверенный Не очень счастливый У мамы Не было никакого Образования Мама Держалась И держится за папу При этом еще Папа и недовольна Поэтому мама В силу Своих Как сказать Жизненных обстоятельств И дочке Внушала Эти мысли Что она должна Жить так же Но в отличие от мамы Получить образование Да хрен всем С образованием Ты просто получи А потом ты выйдешь Замуж Будешь рожать Винить маму В этом невозможно Потому что Мама в этом смысле Человек сама ущербный И она ничего Другого Предложить не может Но мы привыкли К тому Что наши родители Это каменная стена И тут выясняется Что это даже бывает И не каменная стена А вполне себе Хилый заборчик Такой штакетничек Не очень устойчивый И вот это разочарование Переходит в злость В претензии Так сказать К родителям Дорогие друзья Вы можете В любой момент Своей жизни Полностью Эту жизнь Изменить Тут даже Нам один актер Написал Что Актеры берут До 29 лет Но если Кто-нибудь из вас Станет Займется Самодеятельностью После 29 лет И добьется Выдающихся успехов Я думаю И его возьмут Профессиональное Кино Или театр Кстати Вот из того Что я сейчас вспоминаю А Жанна Болотова Это жена Господи Я всех уже путаю Бывший министр культуры Он был театром На Таганке Губенко Николай Губенко Да Она училась В МГУ Как раз А не на актера Есть и профессиональные актеры Которые стали актерами Без всякого образования И в России есть И в Америке Тоже есть Поэтому все Так сказать В руках Человека Теперь я хочу обратиться К детям Вот которые сейчас Тоже слышали эту историю Как бы родители виноваты Они мне не разрешили Они мне не дали выборы И так далее Вам Предположим 18 лет Вот вы закончили школу И родители вас Куда-то толкают Пихают Заставляют И так далее Вы говорите А я хочу по-своему Расскажу как по-своему На свои деньги Отделившись от родителей Наверное Вы вряд ли сможете На свои деньги Учиться и работать Поэтому год придется Поработать Заработать себе На отдельные проживания И учебы Или если вас не напрягает Живите с родителями Если вы не скандалите Или родители с вами Не скандалят И учитесь на свои деньги Тогда никто не скажет Меня заставили Меня принудили Родители не дали Мне выбрать Они сами выбирали И так далее Родители Тут какая история То деньги платят Тут как это И музыку заказывают Если родители продолжают Кормить вас И кормить вашу С которой вы учитесь То они будут заставлять вас За свои деньги Делать то что они хотят Я сейчас не обсуждаю Хорошо это или плохо Я просто констатирую факт Если вы хотите Чтобы было по-другому Рассчитывайте на себя И проблем не будет Добрый вечер Добрый вечер И все Алло Здравствуйте Здравствуйте Михаил Меня зовут Екатерина И надеюсь Я попала в тему программы Мне 49 лет Будет В субботу И я до тех пор Не понимаю Как мне себя Применить в жизни Поскольку Мой жизненный Выбор Основывался На маминных предпочтениях Это Я закончила школу В советское время И с точки зрения мамы Директора ресторана Это был первый человек В городе Поэтому я закончила институт Который совсем Мне не нравился Я работала тем Кем мне не хотелось быть И сейчас Я Познакомившись с вами С вашими Лекциями С вашими правилами Начинаю Жить Ну пытаюсь Жить По Своим ощущениям И опустилась во все тяжкие Вот включая Театральную студию Куда я мечтала попасть Очень давно Я наконец-таки Оплатила курсы Но понимаю Что это не мое В общем Я нащупываю Я пробую Пробую все Но При этом Сталкиваюсь С опытом Более молодых Которые я вижу Они более успешны И Совершенно Не Ну я понимаю Что я не могу С ними состязаться И В общем-то В данном случае Вы позволите вас перебить? Простите? Позволите вас перебить? Да Конечно По поводу Вот этого клише Не могу состязаться С молодыми Они более успешны Это стереотип И он неверный 60% Нет По-моему 70% Миллионеров США Больше 60 лет То есть Молодые Менее успешны Они более успешны На самом деле Вы Не совсем Правильно Понимаете Но в вашем представлении Проблема в молодых Которые более успешны Это неправда Молодые Менее успешны Чем не молодые Тем более Вы еще молодая Дальше Пожалуйста Спасибо большое Вам Вы вселили в меня надежду Ну Да Я просто к тому Что мой выбор Был Основан На Мамином Предпочтении И Конечно Я понимаю Что я в какой-то связке Нахожусь У меня в голове Какие-то Постоянно От голоски Вот Какого-то маминого мнения Да что там ерундой заниматься То есть Все что мне нравится С точки зрения мамы Это была Это была ерунда Но сейчас Ну слушайте Даже не сейчас А когда-то давно И сейчас тем более Вы имеете возможность Сами найти то Что вы хотите Мама вам не мешает Да Я пытаюсь Ну вот опять-таки Вот это Вечно Сравнение Меня Уже С самой себя С кем-то С более молодыми Более успешными С моей точки зрения Ну Все равно Спасибо большое Михаил Вы мне помогли Вот хотя бы даже Свои одной фразой О том Что Ну Это стереотип Я попробую Посмотреть с другой стороны К своему будущему За свою Я вам желаю успехов Спасибо за звонок Казань Юля Я до сих пор Мучаюсь выбором Кем я хочу быть Мне нравится Но ничего Настолько Чтобы быть уверен Что не надоест Может поэтому Несостоятельно в жизни Поэтому пытаюсь Дать дочери Хорошее среднее образование Где помимо ЕГЭ Дадут и кругозор Тоже хотела быть актрисой Но здесь вопроса нет Что у вас Дмитрий Пишет Чем плохо По вашему мнению Михаил Женщине Не работать Заниматься домом Детьми Своими интересами Если муж Достаточно обеспечивает семью Пишет Ольга Сорок один год Дорогая Оля Во-первых Спасибо за хороший вопрос Дело в том Что я никого Не осуждаю Мне вообще Все равно Будет ли женщина Работать Не будет Это вообще Не мое дело Но Когда женщина Например Говорит О деторождении То у меня През глазами Встает семья Никитиных Дайте мне Объясню Как в реальной жизни Выглядят Люди Которые посвятили Себя детям Совершенно Ничего общего Не имеют С тем О чем говорим Мы Значит Муж и жена Никитины Решили Что они Занимались Научной работой Не знаю какой Ну какой-то научной Что они Хотят Рожать детей Притом Муж Никитин То же самое Решил Вместе с женой Они устроились Внимание Дворниками У себя Во дворе Оба У них Девять детей По-моему Было Они Всю жизнь Занимались Педагогикой И экспериментами С детьми Написали Достаточное Количество Литературы Оба Защитились Оба Доктора Педагогических Наук Есть только Не академики Вот это Я понимаю Человек Решил Присвятить Себя Детям Если вы Кому-то Пеленку Сменили Кому-то Соплю Из носа Удалили То это Не означает Что Типа Я так Живу Если вы Работаете На кухне Если вы Моете Полы Это Прекрасно Но для Этого Есть Это Низкая Квалификация Квалификация Труд Для этого Есть Уборщицы Добработницы Няня То есть Это Совершенно Не то Что мы Сейчас Говорим Есть Фанаты Которые Действительно Очень Интересуются Детьми Детской Психологии Ранним Развитием Я не знаю Периодами Какими-то Они Действительно Не просто Рожают Детей Они Как бы Живут Этими Интересами Они Напоминают Чем-то Юных Натуралистов Вот А люди Которые Просто Не работают Я же Спросил Вот эту Девушку Которой Мама До сих пор Не работает Она говорит Ну Не нужна Мне мама В 15 лет Дома А какой Да какой 15 Она уже В 4 года Не очень Нужна Потому что Ребенок Обычно В этом возрасте В каком-нибудь Детском саду Находится Вот Поэтому Давайте Не путать Просто Жалко Людей Видите Не все Они счастливы Которые Сидят Дома Ну Бывает Когда Большая Семья В доме Там 5-10 Детей И Конечно Такая Женщина Который Сидит Дома Там Это Чем-то Объясняется Но Когда Там Дома 1-2-3 Ребенка И они Уже Большие И Младшему Уже 6 лет А Старшему 20 А Мать Продолжает Сидеть Не работая То Это Какой-то Страх Перед Самореализацией Перед Какой-то Деятельностью Ну Короче Это Проблема Это Не Выбор Окей Еще один Короткий вопрос Наталья Спрашивает В каком возрасте Мальчик-подросток Должен подавать Признаки Осмысленного Стремления К профессии Если 18 лет У парня Нет Никаких Хобби И стремлений Кроме Игры В компьютер Чем Это Грозит И Надо Ли Что-то Делать Мне Вы знаете Я думаю Что большинство Парней И девчонок И 18 лет Тоже Никаких Идей Нету Да Откуда Этим Идеям Взяться Когда Дети Живут Неким Таким Растительным Образом Жизни То есть Они Учатся В школе Делают Уроки Из-за Этого Поганого ЕГЭ Они Теперь Целый Год Тратят На Подготовку К ЕГЭ Вместо Нормальной Учебы И так Далее Хотя В мое Время Когда Мы сдавали Экзамены Ну Я думаю Полгода Тоже Никто Уже Не учился Все Готовились К экзаменам Как-то Эту Проблему Надо Решать Лучше Как В Финляндии Никаких Экзаменов Ну Вот Откуда У ребенка Возникнут Мысли О будущем Ниоткуда Когда Родители Вот Это В Китае Кстати Принято Если Отец Врач То Он Часто С 5-летнего Или 4-летнего Возраста Берет С собой Ребенка На Работу Чтобы Ребенок Приучался Не То Что Заставляет А Нормально Что В 15 16 17 18 Лет У ребенка Нету Никаких Конкретных Идей По поводу Будущего Но Проблема Это Решается Ребенок Заканчивает Школу Потом Он идет Работать И вот Когда Работает Он уже Начинает Понимать Как Устроена Жизнь Как Все Это Оплачивается Я Помню Детям В школе Говорил Детям Запомните Вы пришли Учиться Хотя бы С тех Соображений Что за работу Головой Платят Больше Чем За остальные Части Тела Вот Он Это Начинает Понимать Что Руками Много Не Заработаешь И Ногами Тоже А вот Головой Как Раз И он Начинает Думать Чем Он Хотел Заниматься Дайте Ему Возможность Найти Себя Я Тоже Себя Не Сразу Нашел Вот Я школу Закончил У меня было Уже 17 лет Почти Я Шести Я пошел В театральный Например Два года Поучился Мне скучно Стало Бросил Год Поучился На Истфаке Вообще Не понял Что я там Делаю Там Такая Программа Что Я думаю Мехмат Отдыхает Особенно Там Дикое Количество Учебников Древней Цивилизации Старославянский Язык И так Далее А там Еще Впереди Латынь По-моему Древнегреческий Вот И так Постепенно Я дошел До психолога А диплом Я получил Когда мне Уже было 28 лет Так что Это нормально Что люди Там Не сразу Ищут себя Актеры Которые Мы себе Напоминали Бывают Вообще С пятого Раза Поступают Не надо Бояться Жизни Надо Пробовать Ну поехали Дальше Здрасте Добрый вечер Ирина Да Ирина Очень приятно Мне Очень приятно Вас очень уважаю С огромной Симпатией К вам Отношусь Вы знаете Я вот звоню Сказать Об исключении Пожалуйста Как меня Родители Настроили Ну университет Абсолютно Счастливо Его Закончила И дальше По жизни А что значит Родители настроили Они вас Не заставляли Нет Не заставляли Потому что Мы большие друзья Такая То есть это Не исключение Это просто Нормальный Способ Приявить Ребенку Интерес Чему-то А мы Говорим Когда Заставляют Да Нет Не заставляли Поэтому То что Рекомендовали То что Мы обсуждали И все Получилось Ну здорово Кстати Юлия Сказани Которая Не задала Вопрос Теперь задала Это Юлия Которая Писала Что не знает Что ей Не надается Юлия Пока эта проблема Она боится Что если Что-то Потом Не понравится Юлия Это от тревоги И для того Чтобы какой-то Смысл был Вам надо избавиться От страха Того Что то что Вы выберете Вы в этом Разочаруетесь Захотите поменять Вам это Надоест И так далее Есть как бы В мире Две установки Одна Очень редкая Она Японская А другая Она Американская Значит По американской Установке Ну не знаю Может сейчас Изменилась Но в свое время Было так Американцы Меняют работу Примерно Раз в 5-7 лет И не только Работу меняют Но еще и даже Город проживания А Япония Единственная Страна в мире Где Соискатель Места Подписывает Пожизненный Контракт Друзья мои Пожизненный То есть Он Обязуется На этой Компании Проработать Всю свою Жизнь Вот Японцев Такая Психология Американцев Другая Психология Ну я не думаю Что кто-то Из вас Хочет Пожизненно На кого-то Работать Но вот Тем не менее Есть такая Страна И не самая Маленькая Дальше Куда посоветуете Отправлять Ребенка Работать После школы Чтобы он Почувствовал Цену деньгам Ну Тут выбор То не богатый Курьер Почитали И он Дворник Я не знаю А сейчас же Эти курьеры Да эти Которые На электросамокатах Ну а на велосипедах Конечно Пожалуйста Так почувствует Как на ноги Ногами Будет педали Крутить Сразу поймет Ценность Высшего образования Наталья Благодарит С одной стороны За лекции Правила А с другой стороны Говорит Любимого Занятия нет Наталья 51 год Что делать Наталья Просто живите Добрый вечер А говорите Пожалуйста Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Зоя 48 лет Московская область Меня родители Не заставляли Учиться По определенной Профессии Я своего сына Тоже не заставляла Хотя оплачивала Ему институт Мне кажется Каждый должен Делать свой выбор Видите Вы такая мама Великодушная Вы оплачивали Институт Вашего сына При этом Не говоря сыну Где именно Вы должны Оставить Свои деньги Вы пошли На поводу Интересов Ребенка И платили За его Интерес Но к сожалению Большинство Родителей У нас По другому Себя ведут Они говорят Так Я плачу деньги Поэтому я буду Решать Где ты учишься Или такой вариант Ребенок Не может На бюджет Поступить А вот На коммерчике Родители Уж точно Тогда Пытаются Все Сделать По-своему Это Негуманно Конечно Но с другой стороны Можно понять А почему Они должны Тратить Свои деньги На то Чем Они не согласны Например Очень многие Родители Считают Что актеры Это в общем-то Фундамент Для заборов Судя по Этому письму Что они все Прямо лежат Все под заборами Что неправда Хотя многие Из них Действительно Ничего в жизни Не добиваются Так во всех Профессиях Многие не добиваются И художники И музыканты И инженеры И колхозники Да кто угодно Кто-то добивает Человеку Надо дать Возможность Себя реализовать Попробовать А дальше Он будет сам Пытаться добиваться Может быть Он сам передумает Может быть Он найдет Другую специальность Но как говорится Если птица Отрезает руки Если ноги Отрезает птица Эта птица Летать не сможет Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте У меня Дочь Уже 22 года Она Живет В другом городе В Питере Выхл в Питер Мама Ей вот как раз Вот это все И внушила Скажем так Попробую себя Реализовать Я ей говорил Что Надо бы Как-то найти работу Чтобы работать И сама научиться Зарабатывать для себя Пока мы ее содержим А зачем вы ее содержите Вы же противоречите Сами своим установкам Мы разведены И в общем-то Ну по отдельности Ее поддерживаем Вот Я склоняю ее Чтобы она сама Как-то себя Научилась содержать И пытается Поступить Как раз На художника И все такое И у нее Ключевая фраза Мама Это Папа Мне Нужно Время Научиться Чтобы учиться А Не тратить Время на работу И вот Сейчас Опять Грядут экзамены Я не знаю Что дальше Как-то не быть Слушайте Это ваша Ваша семья И ваш ребенок Я хочу Устраниться От советов Но Вы С вашей Бывшей женой Как бы Жена-то бывшая А родители То вы на всю жизнь Вам надо Как-то принимать Совместное решение Потому что Если один Откажется То другой Будет Может быть Даже в пику Родители Давать деньги В общем Эту проблему Вам надо решить Что нам еще Пишут Интересного Много вопросов От Женщин Как найти Себя После 25 С ребенком Что такое После 25 Ну вот Такое Обобщающее Мне За 25 У меня ребенок Как мне найти себя Легко Как спросили Так Отвечаем Дальше Так Еще вот Такое Я пилот по профессии Психиатр сказал Что мне необходимо Принимать Антидепрессанты С этим делом Работать далее Нельзя Как с этим быть Теперь Как найти себя По новой Таких сообщений Тоже много Когда человеку По здоровью Ну вот Давайте Разберемся Да В антидепрессантах Написано Что запрещено Управление Автомобилем Про самолет Отнесло Шучу Помните Как в фильме Мимино У пилота Не было прав На автомобиль Он самолетом Управлял А запорозцы Не отжимали Друзья Ну вот Значит А если Вам конечно Вечно Антидепрессанты Пить То никак Если вы пьете Депрессанты Какой-то период Ну Какой-то курс Есть Месячный Двухмесячный Я не знаю То вы можете Пропить Антидепрессанта И снова Вернуться За штурвал Это все Зависит от того В каком состоянии Находитесь Какого вам лет И какая у вас Депрессия Еще вопросы Или мы звоночек Возьмем Я думаю Мы успеем Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Анна А вот После окончания Школы У меня родители Настояли На моем поступлении В медицинский Университет Чего я очень сильно Не хотела Но они Объясняли тем Что Вот Они у меня Сами медики И как бы Потом будет проще Устроиться На работу Потому что Бухгалтером Например Да Так Нет В медицинском Я понимаю Легче будет Бухгалтером С медицинским Образованием Они так Объясняли Да Ну да Я хотела Поступать На юридический Соответственно Я проучилась Там Три года И я бросила Потом я Какое-то время Ну просто работала И вот Не так давно Я поступила На Юридический Знаете Я вас поздравляю А про медицинский У меня ребенок Учился В медицинском Это вообще Жесть Можно еще Что-то вытерпеть Но медицинский Вытерпеть Почти невозможно Без любви Потому что В медицинском Нет например Пропусков Если вы даже Одно занятие Прогуляли Вы будете Отрабатывать Когда я учился В педе Там Или в театральном Я мог вообще Неделю не ходить А в медицинском Любой час Пропущенный Вы должны будете Вернуться И еще раз Его отслушать Иначе вам Просто сессию Не примут Поэтому Это надо Очень хотеть Быть врачом Чтобы учиться Друзья мои Я вам желаю Найти себя в жизни И прощаюсь До следующего вторника